Золотой крюк. Рассказ. Автор Диогенус. Текст читает Диогенус. Часть первая. Предисловие. Эта история произошла в самом начале нынешнего лета, когда в один из пасмурных питерских дней ко мне на огонек забежала Твай Лайт Спаркл. Хоть единорушка и очень спешила, тем не менее она нашла полтора часа для дружеской беседы за кружкой горячего чая. Мы обменялись новостями, обсудили пару-тройку общих знакомых и сошлись во мнении, что принцесса Селестия лучшая правительница на свете. Внезапно Твай ткнула себя копытом в лоб и торопливо полезла в сумку. Ох, совсем из головы вылетела. У меня же для тебя подарок. На стол легла толстая книга в невероятно потрепанном переплете. Пожалуйста, не обращай внимания на ее затрапезный вид. В детстве она была моей самой любимой книжкой. Я таскал ее на улицу, клала под подушку и постоянно пересчитывала. Засчитала до дыр. Верно, вот, посмотри. Гость открыла обложку и указала на выцветшую надпись, украшающую левый верхний угол титульного листа. Умнички Твайлайт Спаркл от воспитателей детского сада для одаренных единорогов Искорка. Поздравляем с победой в конкурсе на лучший магический трюк. Это моя самая первая награда, с гордостью сказала единорожка. И ты даришь ее мне? Верно. Огромное тебе спасибо. Не за что. Думаю, тебе понравится. Ты ведь любишь старые тексты? Старые тексты? Видишь ли, Твай задумчиво тряхнула головой. Перед тобой лежит сборник сказок и приключенческих рассказов, первый тираж которого был издан две сотни лет назад. Христоматия волшебных и забавных историй, кои могут развлечь и научить уму-разуму послушных жеребят и кобылок на радость их почтенным родителям. Жуткое название, верно? Тем не менее, он является самым популярным детским сборником за всю историю Эквестрии. Его переиздавали бесчисленное количество раз. Истории взяты отсюда. Вошли в учебники для младших классов, в списки литературы по внеклассному чтению, стали основой для пьес и радиопостановок. Да что говорить, само слово христоматия у нас ассоциируется исключительно с этой книжкой. Ничего себе. Да, ты не раз изъявлял желание познакомиться с нашей литературой. Я решил начать, так сказать, со снов. Далеко не все истории, представленные здесь, хороши. Некоторые, на мой взгляд, просто ужасны. Но это не отменяет их серьезного влияния на современную культуру Эквестрии. Мы еще некоторое время болтали о литературе, затем Твайлайт отправилась дальше, а я с интересом принялся изучать подарок. Сразу стало ясно, что книга пережила много бурь. Страницы оказались истрепаны, их украшали многочисленные пятна грязи и зеленого травяного соуса. По-видимому, юная единорожка обожала читать прямо за обедом, положив раскрытый том рядом с тарелкой. Кроме того, повсюду на полях виднелись карандашные пометки, сделанные нетерпеливым копытом. Похожими, Спаркл считала своим долгом сохранить свои впечатления и мысли. Некоторые высказывания отличались неуместной горечностью и, в целом, на мой взгляд, были не всегда справедливы. Я за несколько дней прочитал книгу от корки до корки. Какие-то рассказы мне понравились, другие привели в недоумение. К примеру, сказка про кровавую подкову легко могла получить призовое место на конкурсе историй в жанре хоррор для взрослых. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь всерьез давал его читать маленьким жеребятам, хотя иной мир иная культура. Впрочем, не стану отвлекаться. Из всего сборника я выбрал один рассказ, который, на мой взгляд, хоть и не блистает особым литературным мастерством, тем не менее достаточно занимателен и вполне может заинтересовать современного читателя. Разумеется, от истории написаны две сотни лет назад, да еще и в Эквестрии трудно ожидать какой-либо новизны или острых поворотов сюжета. Его текст несколько тяжеловат и страдает от обилия архаичных оборотов, излишней нравоучительности и множества лишних, не относящихся к делу деталей. С другой стороны, мы совершенно не знаем, как жили пони в те далекие времена. Работая над переводом, я позволил себе некоторые вольности, за которые вы должны меня простить. Во-первых, я убрал километровые описания природы, невероятно тормозящие повествования. Право же, иногда мне казалось, что автор поставил перед собой задачу упомянуть поименно все деревья и кусты, встречные по дороге. Во-вторых, я опустил многочисленные пространные философские рассуждения о природной добродетели пони, а также российские пассажи в адрес зебр, грифонов и буйволов. И в-третьих, навел порядок с мерами длины. Дело в том, что в тексте упоминаются архаичные единицы измерения, которыми в Эквестрии уже давно никто не пользуется. Даже специалисту сейчас трудно разобраться, что означает четверть подковы, копыта, полтора хвоста или две ноздри. Я не стал ломать голову из-за подобных пустяков и просто заменил их на привычные сантиметры и километры. Вот, пожалуй, все, что следовало сообщить. Ах да, совсем забыл. В конце я поместил разгромную рецензию, написанную юной Twilight Sparkle, где она в достаточно грубой форме отзывается как о самом тексте, так и о личности автора. Думаю, нам следует простить ее несдержанность, тем более, что, как я уже говорил выше, рассказ, на мой взгляд, не так уж и плохо. Эдгар Аллан Панини. Золотой крюк. Летучая обезьяна с омерзительным воем пронеслась надо мной, растопырив лапы, украшенные огромными когтями. Я вскинул голову и сотворил магический щит по форме, напоминающий линзу телескопа работы мастера Тариуса, чьи зрительные трубы пользуются неизменным спросом среди контрлодской знати и способны украсить любой богатый дом. Громко шипя, словно рассерженный фасих, омерзительное чудовище скользнуло по гладкой, как лед поверхности щита и, не снижая скорости, врезалось в гранитную стену ущелья, ломая кости. Бегущий справа Марко, младший сын сеньора Серпента Моцарелла, на мгновение остановился и выстрелил из арбалета, прилаженного к правой передней ноге. Короткая тяжелая стрела с трехгранным наконечником из доброй саргасийской стали почти на всю длину вошла в тело еще одного пикирующего чудовища и то, издав короткий предсмертный крик, врезалась в землю. Я оглянулся через плечо и посмотрел на Альберта. Мой друг с неизменным хладнокровием награждал подлетающих монстров короткими, но увесистыми телекинетическими оплеухами, расшвыривая их в разные стороны. Одна из сбитых им летучих обезьян упала прямо передо мной, и я не без омерзения растоптал ее копытами. Прикрывающий левый фланг нашего крошечного отряда Панчито, старший отпрыск семейства Моцарелла, размахивал из стороны в сторону устрашающего вида косачос, причудливо изогнутым клинком, традиционным оружием жителей юга. Ни один уважающий себя Паниерро не выйдет за порог своей кассы, не прицепив предварительно к предплечью это грозное в умелых зубах оружие. Впрочем, владеть косачос и мастерски им пользоваться, это две разные вещи, и надо сказать, что Панчито действовал своим клинком просто виртуозно. Легкий поворот головы, изящный замах, и вот уже перерубленное пополам тело летучего чудовища валится в пыль. Сам же глава семейства, блистательный сеньор Серпента, также активно участвовал в схватке. Его передние копыта были защищены стальными браслетами, снабженными длинными слегка изогнутыми шипами. Стоя на задних ногах, почтенный патриарх наносил ловкие прямые удары чудовищной силы. Пережить такой жестокий пинок не мог ни один атакующий монстр. Короткая схватка длилась меньше минуты и закончилась нашей полной победой, но, увы, мы разгромили лишь первую, разрозненную волну крылатых чудовищ, слишком торопливых или голодных, решивших не ждать остальных товарищей по стае. Громкий клёкот над головами возвещал о том, что обитатели ущелья проснулись и готовы в любой момент принять участие в охоте. Мы специально двинулись в путь, лишь только солнце слегка осветило дорогу, надеясь, что успеем миновать опасный участок раньше, чем хищники проснутся. Ущелье тянулось примерно на три километра и не имело какого-либо укрытия от атак с воздуха. Отряд благополучно миновал две трети пути, и я уже начал надеяться, что Селестия и дальше будет сопутствовать успеху, но тут несколько ранних пташек, вылезших из гнезд ни свет ни заря, подняли тревогу. И вот теперь наша жизнь зависела исключительно от прочности подков. — Скорее, сеньоры, скорее! — ревел серпента. — Клянусь мамой солярии, если мы не поторопимся, за наши шкуры не дадут и ломаного бита! Сказать по правде проводник мог и не утруждать горло. Даже скорбный разумом мог понять всю опасность ситуации. Мы буквально рвали жилы, несясь вперед, огибая завалы из обточенных водой валунов и булыжников. Некогда по ущелью струился бурный, ныне навеки пересохший поток, оставивший после себя массу труднопреодолимых препятствий. Дело, конечно, шло бы гораздо веселее, не будь мы сверхсякой меры нагружены имуществом экспедиции. Тяжелые переметные сумки буквально размазывали нас по земле, превращая уверенный голуб в легкую прогулочную рысь. Пот тек по шорстке ручьями, мокрая грива висела сосульками и лезла в глаза. Но, несмотря на все трудности, наш отряд шел вперед без остановок, плотной группой, ибо лишь только так. Мы могли прикрывать друг другу спины. Я споткнулся о гладкий камень и чуть не упал. — Будьте осторожны, Эдгар! — крикнул бегущий рядом Альберт. — Мы почти прорвались! Словно в ответ на его ободряющие слова, нечто тяжелое ударило меня в спину. Уши резанул омерзительный клекот. Я пошатнулся, но устоял на ногах, а в следующее мгновение мой любезный друг с сильным ударом рога проткнул мерзкую тварь и рывком головы скинул на землю. Я поблагодарил его. Затем вознес благодарственную молитву принцессе за то, что та помогла в свое время отринуть гордыню и принять предложение проводника. Дело в том, что за несколько дней до выхода экспедиции из Санта-Хувс, сеньор Серпента приволок откуда-то пять тяжеленных облачений, напоминающих попоны, сделанных из толстой грубой кожи и усиленных круглыми медными заклепками. Он пояснил, что это хитачус, броня для защиты от атак барракудус, так местные жители называют летающих обезьян. — Но зачем они нам? — раздраженно спросил я, глядя на толстую стопку вонючей кожи. — Мы ведь идем через джунгли, а барракудус водится только в скалах. — Си, сеньор! — подтвердил Моцарелла-старший. — Раз так, то не стоит стащить с собой всю эту тяжесть. Гри Василестий, да они весят столько же, сколько половина всей нашей поклажи. — О нет, сеньор Эдгар! — горячо возразил проводник. — В джунглях барракудус и правда нет, но на открытых участках их летает так много, что небо не видно. Только самоубийцы уходят в дальний поход без хорошего хитачус. Уходят, но не возвращаются. Я еще некоторое время пытался возражать, но Серпента твердо стоял на своем. Пришлось согласиться, хотя пять тяжеленных попон изрядно замедлили поход. И вот теперь, всего в двух переходах от цели, неуклюжая броня проявила себя с лучшей стороны. Только благодаря своевременно надетой хитачус, моя спина не была разодрана на куски острыми, как бритва когтями, словно кожа злокозненного каторжника после жестокой порки кошкой семихвосткой. Мотнув головой, я сбил летучую обезьяну, приготовившуюся было вцепиться в шею марка, и еще прибавил скорость, надеясь, что ноги выдержат безумную скачку. К этому времени практически все обитатели ущелья проснулись, и теперь громко кликача кружили в небе, собираясь в огромную стаю. На наше счастье, существа были невообразимо глупы, чем сильно отличались от своих умных древесных сородичей. Знаменитый зоолог Карл Дарвинус в своей монументальной монографии о природе живых созданий эквестрию населяющих даже выдвинул смелую гипотезу, что летучие обезьяны по сути всего лишь особый вид птиц, а с обычными приматами их объединяет только схожий внешний вид. Так или иначе, но не будь атакующих монстров столь много, мы смогли бы пересечь опасный участок без особых проблем. — Скорее, сеньоры! — надрывался серпента. — Ущелье сужается, стены смыкаются. Чем меньше места, тем меньше барракуда смогут атаковать одновременно. В словах проводника имелся определенный практический смысл, но мы и так неслись на пределе сил. Клекот над головами неожиданно усилился, а затем вся стая неудержимым потоком ринулась вниз. Воздух заполнился оглушающими криками, визгом, мельтешением крыльев, и мы словно оказались в эпицентре яростного урагана. Прочные хитачус надежно защищали круп, спину, шею и голову от когтей и клыков нападавших. Но стоит только чудовищем сбить кого-нибудь с ног, как в их распоряжении окажется беззащитный живот. Мы остановились не в силах больше бежать, сбившись с некое подобие плотного каре. Со стороны, наверное, наша группа напоминала окруженную со всех сторон кентурию императора Паниэля Третьего, атакуемую ордами восставших пегасов, мятежного легата Неца Старкса. Впрочем, сейчас мне было не до событий 900 лет недавности, предшествовавших смуте и темным векам. Битва была здесь и сейчас. Мы пятеро стояли, как скала, неся смерть и разорение в ряды атакующих. Каждый сражался, как мог. Я раздавал направо и налево щедрые телекинетические оплеухи и прикрывал товарища щитом, если это было необходимо. Альберт рассыпал во все стороны облака жгучих, как угли огненных искр. Ну, а жеребцы Моцарелла, магии не владевшие, не покладая зубов, виртуозно фехтовали холодным оружием. Вокруг нас начало расти плотное кольцо мертвых тел. Постепенно натиск стал ослабевать, даже до цыплячьих мозгов летучих обезьян начало доходить, что мы слишком опасная добыча. Наконец, большая часть стаи, решив, что с них хватит, устремилась обратно вдоль ущелья пировать над останками своих павших товарищей. Почувствовав слабину, мы продолжили бег и спустя каких-то десять минут укрылись под надежным пологом тропического леса. Барракодус разочарованно кричали где-то в вышине, окружа над кронами тысячелетних деревьев, чьи могучие ветви и широкие плотные листья создавали для них непреодолимую преграду наподобие розового щита, что с незапамятных времен защищает великую столицу Эквестрий. «Привал, господа!» — сказал Альберт некоторое время спустя. «Никто не стал спорить. Мы были уставшими и измотанными, дискорд знает как. К тому же следовало обработать многочисленные, но, к счастью, неглубокие раны, а также осмотреть имущество на предмет порчи. Местом для отдыха послужила небольшая поляна, свободная от ядовитых лилий и зарослей колючего кустарника из семейства Скубарус глорус, в народе именуемого «вырви шерсти». Могучие ветви деревьев и здесь закрывали небо, создавая над головой непреодолимый полок, и лишь несколько столбов золотого солнечного света падали с небес на мягкую подстилку из травы и палых листьев. Казалось, что мы находимся в древнем храме с созданным копытами самой природы, и не будь я столь уставшим и израненным, то обязательно бы вознес благодарственную молитву при светлой Селестии, матери солнца. Вместо этого я скинул тяжелые переметные сумки и стянул с помощью Альберта неуклюжий хитачес. Избавившись от непомерного гнета, я почувствовал себя легким и свободным, словно жеребенок, вырвавшийся из душного скучного класса на улицу, полную свежести, свободы и приключений. Несколько раз сбрыкнув, разминая задубевшие мышцы, я помог разоблачиться своему другу, а также нашим храбрым проводникам. Серпента переступил с копыта на копыта, склонил голову и, окинув меня лукавым взглядом, спросил, «Ну что, сеньор Эдгар, теперь вы не будете сердиться на старого Паниерро за то, что он заставил взять в дорогу эти тяжелые попоны?» «Ни в коей мере, любезный сеньор Моцарелла», — ответствовал я. «Настояв на своем, вы проявили истинную предусмотрительность и мудрость». Проводник кивнул, всем своим видом давая понять, что принял мое извинение, затем задумчиво сказал, «Думаю, что теперь мы можем смело оставить их здесь, на этой самой поляне. Дальше, до самых отрогов, барракудас нас больше не побеспокоит, а в самих диких горах они не живут. Древняя магия гигантов Инь по всю пору пугает их сильнее самого острого клинка из саргасийской стали». «Раз это говорите вы, значит, так тому и быть», — отозвался Альберт. «Давайте хорошо запакуем их и спрячем в недоступное для зверей место». Серпент такивнул и вместе с сыновьями начал скручивать неуклюжие облачения в тугие тюки. Я решил немного пройтись и бесцельно двинулся вдоль края поляны, отводя в стороны многочисленные воздушные корни, свободно свисающие с нижних ветвей огромных деревьев. Эти мягкие плети были, казалось, покрыты коротким густым мехом. Данный эффект возникал из-за того, что все они сверху донизу поросли зеленым мхом сфагнус веритус, который местные знахари используют для припарок и лечения насморка у жеребят. Внезапно прямо перед собой я увидел высокий бугорок, похожий на обильно покрытый растительностью пень. Раздвинув плотные и жесткие, как проволокалианы, я убедился, что это вовсе не обломок древесного ствола, а трехгранный каменный столбик, явно вышедший из-под копыт умелого каменотеса. На одной из граней можно было различить полустертую надпись на незнакомом языке, выбитую острым резцом. Я позвал своих спутников, и они, движимые естественным любопытством, окружили находку. — Это Кахаренский алфавит, — авторитетно заявил Альберт, вне всякого сомнения. — И что же здесь написано? — быстро спросил серпента. — Двенадцать лимов, — перевел мой друг. — Лим — старинная мера длины, использовавшаяся в королевстве Кахарен. Нет никакого сомнения, что перед нами дорожный указатель, а раз так, то мы стоим на старом тракте, ведущем от диких гор до ныне уже не существующего портового города Санта-Луна. С этими словами Альберт начал разгребать копытами слой пала листвы и несколько минут спустя обнажил остатки древней булыжной кладки. — Вот и дорога, джентльпони! — торжественно взвестил он. — Двенадцать лимов. Невероятно! Мы находимся буквально в двух скачках от цели. Так получилось, что в момент, когда мой друг произносил эти слова, я в упор глядел на серпента и внезапно увидел, как глаза старого проводника расширились, и в них промелькнуло нечто невообразимо алчно и жестоко, словно приоткрылась потайная дверца, сквозь которую на мгновение проявилась истинная сущность этого мрачного и сурового землепони. Подозрения и неясные тревоги вновь зашевелились в душе, и я решил, что мне просто необходимо побеседовать с Альбертом с глазу на глаз как можно скорее. Эта возможность представилась несколько часов спустя, когда мы, остановившись на ночлег, разбили лагерь. Шел нудный дождь, под копытами хлюпала жидкая грязь. Мы смогли отыскать место по суше, натянули полок, и теперь серпента вместе с сыновьями возился у переносной печурки, пытаясь приготовить ужин. Это было традиционное для здешних мест варево — резолотти — прессованное сено, смешанное с пятью видами сухофруктов, сдобренное чрезмерным количеством специй, включая жгучий зеленый перец чилитус. Блюдо, способное на время превратить любого пони в огнедычащего дракона. Отличная еда, когда ты устал и промок до кончика хвоста. Воспользовавшись занятостью проводников, я отправился на поиски Альберта и вскоре нашел его рядом с огромным, как скалодеревом, из семейства Амунос Кубастус. Мой друг, скрываясь от дождя, удобно устроился в небольшой пещерке из переплетенных узловатых корней, словно в собственном контрлотском кабинете. Повесив на сучок масляную лампу, он занимался составлением отчета о наших сегодняшних приключениях. В слабом свете телекинеза перед его мордочкой висела зажженная трубка, набитая ароматным табаком, походная чернильница с откинутой крышкой, перо, серебряная баночка, похожая на солонку, наполненная мелким сухим песком, и потрепанная тетрадь в кожаном переплете, журнал экспедиции. Услышав мои шаги, он поднял глаза, улыбнулся и приватливо кивнул. — Ищете где бы укрыться от непогоды, Эдгар? Заходите скорее сюда, здесь сухо и очень уютно. — Благодарю вас, Альберт, — ответил я, тщательно отряхнул шкурку и вошел под навес, созданный самой природой. — Вы чем-то встревожены? — учатливо спросил он. В ваших глазах читается беспокойство. — От вас невозможно ничего скрыть, — улыбнулся я. Потом нахмурился и покачал головой. — Полагаю, нам следует обсудить один важный вопрос. — Вы так думаете? — Признаться, не вижу никаких опасностей. — Мы благополучно миновали все препятствия, и если Селестия пошлет удачу, завтра будем на месте. — Именно это-то и беспокоит. У меня имеются определенные сомнения в честности наших спутников. Альберт нахмурился. Затем, поняв, что беседа будет непростая, посыпал песком свеженаписанные строки, стряхнул, захлопнул журнал и отправил его в походную сумку следом за письменными принадлежностями. Затем сделал глубокую затяжку, выпустил клуб ароматного дыма и лаконично сказал, «Рассказывайте». Запиная, словно жеребенок на первом экзамене, я поделился с ним своими подозрениями. Он выслушал меня, не перебивая, потом задумчиво тряхнул гривой. — Понимаю ваши опасения, но согласитесь, Эдгар, что у вас нет ни одного прямого доказательства, только предчувствие. Будь на вашем месте кто-нибудь другой, я бы его и слушать не стал. Но вы всегда были очень наблюдательны, а ваша беспримерная интуиция не раз спасала нам жизнь в прошлом. — Поверьте, Альберт, это не просто глупые предчувствия. Надеюсь, вы не станете отрицать, что Серпента, несомненно, имеет давние проблемы с законом. В лучшем случае его семейство занимается контрабандой. — Открыли зебрику, — смеялся мой друг. — Трудно найти в здешних местах пони, не занятых этим высокоприбыльным делом. — Ну, разумеется, это так. Но боюсь, что исключительно контрабандой промысел клана Моцарелла не ограничивается. Вы видели, как искусно они владеют оружием. Никакие пустые тренировки не могут дать такой эффект, здесь требуется долгая многолетняя практика. — Ну, мой тен разбойник. — Но даже если и так, вы должны признать, что пока они великолепно справляются со своей работой, мы ни за что не прошли бы так далеко без их самоотверженной помощи. Вот именно, что пока справляются, наши цели совпадают, им просто не нужно бунтовать. Но что случится, когда цель будет достигнута? — Я обещал им половину от всего найденного золота и серебра. На мой взгляд, это солидное вознаграждение. Несомненно, так казалось Санта-Хувс. Но аппетит приходит во время еды. Где гарантия, что серпента не вздумают забрать все, когда сокровища будут сверкать у его копыт? — Альберт вздохнул, на мгновение прикрыл глаза, затем тихо спросил. — Эдгар, вы доверяете мне? — Вы самый близкий мой друг, — горячо воскликнул я. — И вам я доверяю даже больше, чем самому себе. — И я могу сказать то же самое по отношению к вам. Альберт улыбнулся и посмотрел на меня ясным как хрусталь взглядом. — Мы выбирались из сотен опаснейших передряг, только потому, что верили друг в друга. — Давайте не будем нарушать традицию. На кон поставлено слишком много, и поверьте, я доверяю серпента не больше вашего. Но у меня есть план, как нейтрализовать этого молодчика в самый решительный момент. Просто следуйте за мной, и все будет отлично. Осталось только развести копытами. Временами мой друг был невероятно упрям. С другой стороны, я несколько успокоился, узнав, что Альберт думает в схожем направлении. Уж в чем нельзя было упрекнуть его, так это в легкомыслии. Тем более сейчас, когда ставки как никогда высоки. Следует, наверное, пояснить, какая нужда заставила двух уважаемых джентльпони покинуть привычную среду обитания и направить свои копыта в, пожалуй, самую дикую и неизведанную часть Эквестрии. Начать придется, как водится, с истоков, ибо ни один правдивый рассказ не может обойтись без подробного предисловия. Я родился в незнатной семье случайно разбогатевшего провинциального торговца сеном. С детских лет высказывал прилежание и усидчивость в учебе, а также большую склонность к наукам. Впечатленный моими способностями, мой почтенный отец собрал необходимую сумму и после окончания школы направил меня учиться в Контерлотский Королевский университет, второе по престижности послемагической академии учебное заведение Эквестрии, в котором обучались отпрыски знатнейших родов государства. Надеюсь, не стоит объяснять, что их отношение ко мне, безродному провинциалу, не способному похвастаться длинной родословной, оставалось весьма холодным, если не считать хуже. Все попытки найти себе друзей оканчивались неудачей, и так продолжалось ровно до того момента, пока я не познакомился с Альбертом. На первый взгляд, между нами не могло быть ничего общего. Младший сын семейства Монтрозо, одного из древнейших родов королевства, чья резиденция находилась напротив величественного дворца принцесс, просто обязан был быть непереносимым чванливым занудой, с высоко глядящим на копошащихся вокруг плебеев. К счастью, Альберт оказался не из породы заносчивых снобов. Веселый, великодушный и невероятно искренний, он смотрел на мир широко открытым любопытным взглядом чистого души джентльпони. Никакого высокомерия и презрительно поджатых губ. Мой друг оценивал собеседника в первую очередь по его деловым и умственным качествам, а не по древности рода, за что его жутко не любили студенты-аристократы. Мы подружились невероятно быстро, мгновенно разглядев друг в друге родственные души. И он и я сочетали в своих характерах постоянную жажду нового с авантюризмом и страстью к путешествиям. На каникулах, в то время, когда обычные студиозусы просиживали крупы в кабаках, поглощая немыслимое количество крепкого сидра, мы путешествовали по эквестрии, посещая дикие и плохо изученные места, спускались на плотах по горным рекам, поднимались на вершины неприступных гор, изучали фольклор и обычаи отсталых племен и как-то раз даже участвовали в древнем обряде похищения невесты. Правда, когда выяснилось, что похищение оказалось совсем нешуточным, нам пришлось применить силу, дабы вступиться за честь несчастной кобылки, восстановив справедливость. Все эти походы не только закалили наши тела и дух, но и создали определенную репутацию в научных кругах. Потому нет ничего удивительного в том, что сразу после окончания университета великий путешественник и ученый профессор Джон Саммерлей предложил нам принять участие в длительной и сложной экспедиции на Южный континент. Разумеется, мы с радостью дали согласие, ибо какой молодой человек откажется поучаствовать в таком захватывающем приключении? Экспедиция продолжалась более четырех лет. Мы пересекли континент с севера на юг, исследуя малоизученные районы империи Зебрика и сопредельных государств, совершив массу важнейших открытий. Не буду сейчас описывать все перипетии похода. Любой желающий сможет утолить жажду знаний, прочитав нашу совместную с Альбертом монографию «Путешествие по южному континенту. Милостью принцессы Селестии. Экспедиции. Описание земель, флоры, фауны и племен всей территории населяющих». Скажу только, что на исходе второго года пути Джон Саммерли погиб, ужаленный малым скорпионом Лимбуса, огромным хищным насекомым, ростом с трех пони, поставленных один на спину другого. После этого ужасного события Альберт занял его место, наздачив меня своим заместителем. Не хочу показаться хвостуном, но в истории еще не было столь долгого и опасного предприятия. Когда на обратном пути мы посетили столицу Зебрики, император Кхолеси IV устроил в честь этого события грандиозный праздник, длившийся без перерыва целых десять дней. Мы были осыпаны с ног до головы его милостями, в свою очередь подарив ему несколько обнаруженных в пути редкостей. Дома нас ждал не менее теплый прием. Нас удостоила аудиенция сама принцесса Селестия, которая на протяжении пяти часов с жадным вниманием расспрашивала о походе. Правда, по непонятной причине ее больше интересовали сведения о научном, техническом и военном потенциале государства Зебр. Впрочем, когда мы преподнесли ей невероятно редкий и ценный подарок огненного феникса, пойманного мной в самом сердце пылающей пустыни Игнис, радости при светлой богине просто не было предела. Она назвала гордую птицу Филаминой и с тех пор та стала ее главной любимицей. Полагаю, бессмертной Селестии очень нравилось обладать бессмертным питомцем. Но праздники закончились и наступили трудовые будни. Мы несколько лет занимались тем, что разбирали и систематизировали коллекцию собранных редкостей, а также писали многотомную монографию с отчетом экспедиции. Затем я неожиданно получил предложение от ректора недавно открытого Мейнхэттенского университета занять должность декана кафедры естественных наук и с радостью дал согласие, став самым молодым деканом в истории Эквестрии. Мой друг остался в Контерлоте и продолжил научные исследования. Несколько раз я принимал участие в возглавляемых им экспедициях, исследовавших неизученные уголки нашей великой страны. Если не считать этих походов, жизнь моя протекала на удивление мирно и спокойно. Я женился на очаровательной Мэри Джейн, урожденной Стоун, дочери владельца небольшой суконной лавки. Моя супруга была прекрасна и очень умна, что с лихвой компенсировала полное отсутствие приданного ибо ее отец в последние годы едва сводил концы с концами. Впрочем, деньги не преграда для двух любящих сердец, тем более, что моего жалования вполне хватало на содержание уютного дома с садом в самой живописной части города. Жена подарила мне трех очаровательных малышей, жеребенка и двух кобылок, так что я с полным правом мог считать свою жизнь на редкость удавшейся. И вот представьте себе мое удивление, когда в самом начале лета, в ранний вечерный час, когда уже спал дневной зной, а с кухни доносятся восхитительные запахи готовящегося ужина, в дверь моего скромного дома постучали, и на пороге возник Альберт собственной персоной. Мой друг был, как всегда, элегантен и весел. На его губах блуждала приветливая улыбка, но в глазах я заметил искорки беспокойства и усталости. Казалось, он был чем-то глубоко озабочен. После того, как стих радостный переполох, вызванный неожиданным визитом, мы поужинали, а затем перешли на веранду. Дети радостно вереща убежали в сад, разглядывать привезенные добрым дядюшкой Альбертом игрушки и книжки с картинками. Мэри, выслушав свежие столичные новости, тихо удалилась, как и подобает скромной и послушной супруге, после чего мы смогли наконец приступить к серьезной беседе. «Какой прекрасный вечер!» Меланхолично сказал мой друг, выпуская облачко табачного дыма. И как не похож милый сонный Мэйнхэттен на пульсирующий энергией суетливый контрлот. Право же, в маленьких провинциальных городках есть некоторая прелесть. «Все еще может измениться», — улыбнулся я. «Мэйнхэттен уже не такой сонный, как 10 лет назад». Вы, наверное, слышали, что Дуглас Эндисон, гениальный изобретатель из Фетлока, намерен построить здесь фабрику, вырабатывающую эту новомодную энергию, Электричества О да Сначала он хотел возвести ее на окраине столицы Но тому воспротивились свечные и газовые магнаты Они убедили принцессу Что разряды этого самого Электричества Могут помешать учебе студентов Магической академии Правда? И почему я не удивлен? Зато у нас совсем другие представления о целесообразности Увидите Не пройдет и 15 лет Как Мейнхэттен обгонит в своем развитии не только Филадельфию, но и сам Контерлот». «Вижу, что вы стали ярым патриотом своей новой родины», — рассмеялся Альберт. «Это прекрасно. Хотя, если ваш город и вправду превратится в мегаполис, подобные тихие очаровательные вечера уйдут в прошлое». «Что верно, то верно», — улыбнулся я и, чуть помолчав, уже другим тоном добавил. «Что случилось, друг мой? Вы ведь не просто так приехали. В своем последнем письме месячной давности, отправленном из Тавангерфьорда, вы сообщали, что арендовали каюту на китобойном корабле, идущем на промысел в Северные воды, и утверждали, что плавание продлится не меньше полугода. Что случилось?» «Я не ушел в море», — тихо сказал Альберт и взглянул на меня усталым печальным взглядом. «Вижу, что новости о последних трагических событиях в столице еще не достигли ваших мест?» «Трагических?» — воскликнул я в сильном волнении. «Благословение неба, друг мой! Неужели что-то нехорошее случилось с вашим почтенным батюшкой?» «Слава Селестии, с ним все в полном порядке. Беда произошла с моим старшим братом. Надеюсь, вы не откажетесь выслушать мой рассказ». Конец первой части